Детство должно быть счастливым. Традиционно в рамках благотворительной акции «Наши дети» депутаты посетили особую категорию детей. Девчонки и мальчишки, воспитанники социально-педагогического центра оказались здесь не по своей воле. Так вышла. Причина в основном в пьющих родителях. Заботу о детях берет на себя государство. И в канун самого главного праздника Нового года детей нужно окружить еще большим теплом и вниманием. В этот год народного единства мы, наверное, как никогда ощутили, насколько мы едины, насколько мы одна семья. И вот сегодня мы пришли в социально-педагогический центр, где дети с достаточно непростыми судьбами. У некоторых нет родителей. Но мы же одна семья. Такого не бывает, чтобы у детей никого не было. Это наши дети. И вот эта акция «Наши дети» дает почувствовать детям, что они не одиноки, что о них позаботится как государство, так и просто люди. Просто наши депутаты, которые собрались сегодня, пришли и подарили такие прекрасные подарки. И вот эта радость в их глазах. И, в общем-то, как они держались за руки, когда танцевали. Но это незабываемо. Вот эта теплота, которая сегодня исходит от этих детей, наверное, самый огромный подарок для нас, для взрослых. Во время проведения таких акций. Депутаты районного совета депутатов во главе с Аллой Калеевой познакомились с ребятами. Приняли участие в новогодней программе со сказочными героями. Каждый ребенок рассказал Дедушке Морозу свое стихотворение и поделился мечтами. Почти у всех мечта одна. Депутаты пришли в гости к воспитанникам приюта с подарками. Столы для рисования песком, игрушки, сладости, канцелярские товары. Мы очень рады встречать гостей. Конечно же, для нас это важно. Внимание государства и забота взрослых детей. И, в частности, Совета депутатов, депутатского корпуса. Потому что гости очень важны для нас. И наши дети, конечно же, ждали этого. Они приготовили танцы, стихи. Для нас очень важно не только внимание, но важно еще и забота государства. И поэтому для нас сегодня очень важные, ценные такие подарки, как песочница. Мы работаем с песком. Это психологические техники. И это и для успокоения детей. И различные диагностические инструментарии мы проводим в этих песочницах. Поэтому, конечно же, для нас очень важно. Детский социальный приют – это учреждение, которое предоставляет несовершеннолетним, признанным нуждающимся в государственной защите, места временного проживания и государственного обеспечения по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Здесь находятся дети с 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И у родителей всегда есть шанс исполнить самую главную мечту любого ребенка – жить рядом с мамой и папой.